Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И сегодня у меня на канале торжественное событие презентация моей новой авторской коллекции из муранского стекла, которую я назвала «Роскошная зима». И уже понятно, что эта коллекция рождественская, новогодняя, праздничная. Я использовала потрясающие, уникальные бусины, которые по моей просьбе, по моему заказу, по моему дизайну в том числе выдували несколько стеклодулов с острова Мурана. И я очень хочу вас порадовать этой коллекцией. Мне кажется, что даже просто просматривая эти роскошные переливы стекла, эти богатые цветовые сочетания, эти блики, отблески, в общем, я сама лично просто фанат муранского стекла о свете последних событий. Хочу сказать, что это, может быть, чуть ли не последние какие-то шедевры, потому что, к сожалению, Венеция уходит под воду. И если раньше думали, что это произойдет там через сколько-то лет, ну, в общем, на наш век хватит, то последнее наводнение показало то, что это может произойти очень быстро. Я даже смотрела некоторые прогнозы, говорят о том, что в 28-м году, всего через 8 лет, Венеция станет непригодной для жизни. Ну, а итальянцы, которые там живут, у которых там бизнес, которые, ну, в общем, у них там все. Они все хотят уехать. И я понять их могу, потому что это просто страшно. Я вам оставлю какое-нибудь видео, если вы еще не смотрели о том, как в этом году Венеция уходила под воду, и вообще будет ли Венеция, удастся ли ее спасти. Как-то в это верится все меньше и меньше. Честно говоря, я очень расстроилась. Я надеюсь, что искусство муранского стекла удастся сохранить. Не будем о грустном. Я надеюсь, что произойдет чудо, и Венецию удастся спасти. Мои знакомые стеклодувые итальянцы тоже продолжат свою работу на острове Мурана. Ну, а теперь, дорогие друзья, начинаем смотреть коллекцию. И я хочу сказать, что если вам что-то понравится из этих украшений, вы можете написать мне все вопросы на адрес solamentecoyarsobacamail.ru Я оставлю это вот здесь, вот на экран выведу. Я напишу эту почту под видео. Напишите мне на этот адрес, это почта, мейл, и я обязательно всем вышла в каталог. Так как мне одновременно пишут очень много писем с запросами на каталог, вы не волнуйтесь, не нервничайте, что я не отвечаю. Даже бывает иногда несколько часов. Я все равно абсолютно всем отвечу, потому что сегодня я буду просто не отходить от компьютера, и я с нетерпением жду ваших отзывов, как вам эта коллекция. Ну, в общем, поехали. И первое колье называется 5 роз. 5 роз по-испански. Это просто уникальное колье. Вы не представляете, какие здесь потрясающие бусины. Кстати, можно розы вот смещать. Мне лично вот так нравится носить, когда они немного на разном таком вот расстоянии. Вот есть асимметрия. Но можно и симметрично. Как вы могли видеть, это роскошно выглядит и на черном фоне. Поверьте, это шикарно выглядит и на белой рубашке. Это действительно абсолютно уникальные, уникальные бусины. На каждой бусине есть клеймо Мурана, черное лаковое стекло. Невероятной красоты. Вот такая вот позолоченная роза с эффектом состаривания. Потрясающие бусины. Между этими розами я использовала вытянутые вот такие вот бусины из черного агата. И вот такого состаренного цвета золота фурнитура. Восхитительное украшение. Итак, это было первое колье из коллекции «Роскошная зима 2019-2020». Пять роз. Синько розос по-испански. Следующее колье называется «Одна роза». Уна роза по-испански. И это роскошное, восхитительное колье. Я сделала в двух экземплярах. Вот вы можете видеть, что я сейчас в нем. Здесь также я использовала черный агат. Это золотые бусины Мурана. Фурнитура тоже состаренное золото. И роза такая же, как в первом украшении. У нее такое же клеймо Мурана. И вы можете видеть, какие бусины я использовала. То есть, здесь вот такие просто золотые, да, гладкие, с элементами такой состаренности. И бусины, обсыпанные черным стеклом. Мне кажется, это супер изысканное сочетание. У украшений есть удлиняющая цепочка, поэтому длину можно регулировать. Просто роскошное украшение. Ну, а центральный элемент в виде розы не может не восхищать. Она прекрасна. Это было колье номер 2, одна роза. И, как я уже сказала, это исключение, но я сделала два экземпляра. Два следующих колье, номер 3 и номер 4, я назвала Ороэллоу. Золото и лед. Это действительно два уникальных колье. Потому что здесь сочетание бусин очень необычное, нестандартное. Вот это колье номер 3, трансформер. Можно сделать два оборота. Мне кажется, так удобнее даже рассмотреть. Здесь уникальные бусины. Посмотрите, вот каплеобразные, гладкие золотые. И вот эти вот совершенно необыкновенные, которые внутри золотые, а сверху покрыты прозрачным синим стеклом. Поэтому они необыкновенно красиво бликуют, переливаются. Посмотрите на эту роскошь. Это невероятные бусины. Они восхитительные. Вы только посмотрите. Ведь если присмотреться, эта бусина, она золотая. Но из-за синего стекла они смотрятся практически как серые. Каплеобразные бусины тоже роскошные. Мне кажется, ими можно любоваться бесконечно. Боже, как они прекрасны. И это было колье номер 3, Oro Yellow Largo. То есть золото и лёд длинное. Колье номер 4 похоже на вот это предыдущее. Здесь использованы вот такие гладкие золотые бусины. Очень красивая фурнитура, состаренное золото. Потрясающие вот эти бусины. Такие же восхитительные, как и в колье номер 3. Украшение также имеет удлиняющую цепочку. И вы видите, насколько оно восхитительное. Его хочется рассматривать бесконечно. И это было колье номер 4, Oro Yellow Corto. Золото, лёд, покороче. Для тех, кто не выдерживает смотреть эту полную презентацию, можете перейти по ссылочке в описании на укороченную версию, где я показываю всё то же самое, без разговоров, без пояснений. Но также можно хорошо рассмотреть украшения. Я снимала их на манекене, на столе, при разном немного освещении. И бусины снимала очень таким крупным планом в режиме макросъёмки. Поэтому, у кого нервы не выдерживают смотреть мою длинную презентацию, переходите на укороченную версию. Ну, а мы продолжаем. Следующая группа украшений называется Allegria, то есть радость. Здесь 4 великолепных украшения. Сейчас вы посмотрите каждый из них. Первое колье из этой серии Allegria номер 1. Состоит из трёх бусин. Золотые бусины, обсыпанные зелёным стеклом, синим стеклом и розовым стеклом. Радостные, великолепные. Ну, мне кажется, очень оправдывают своё название. Кстати, они не только праздничные, нарядные, но и очень носибельные, очень удобные, комфортные. Их можно носить и летом, и весной, и зимой. В общем, они такие внесезонные. Вы только посмотрите. Можно без комментариев. Насколько они прекрасны. Я переоделась, потому что хотела, чтобы вырез был вот такой V-образный. Потому что такие небольшие круглые бусины хорошо смотрятся именно с V-образным вырезом. Украшение номер 6. Аллегрия 2. Оно такое же роскошное, но здесь задействованы немножечко другие бусины. Золотые с обсыпкой из зелёного стекла, золотые с обсыпкой из красного стекла и гладкие золотые. Показывает украшение вблизи. Оно тоже роскошное. Как видите, я здесь использовала такую фурнитуру немножечко удлинённые золотистые трубочки. И, конечно же, это тоже восхитительное украшение. Аллегрия 2. Очень универсальное колье. Можно использовать в любое время года. И летом, и зимой. И, конечно же, оно очень нарядное. Третье колье из этой серии. Аллегрия 3. Номер 7. Как общий номер коллекции. Я решила сделать в моноцвете. Бусины все золотые, обсыпанные зелёным стеклом. Вы можете заметить, что цвет стекла, которым обсыпаны эти бусины, немного разный. Есть более зелёный, есть более бирюзовый. Но все они потрясающе красивые. Основа у них из чёрного стекла. Поэтому они такие неоднородные. В общем, такие, знаете, с историей. И это было колье номер 7. Аллегрия 3. Колье номер 8. Аллегрия 4. И бусины, которые здесь я использовала, это золотые, гладкие. И обсыпаны они розовым стеклом. Именно розовым. Я хотела напомнить, что все колье имеют удлиняющие цепочки. Поэтому подогнать можно под любой размер. Эти бусы смотрятся очень яркими, роскошными, богатыми. Они светятся, они играют. Они не только золотые, они ещё и розовые, как будто бы. Это было украшение номер 8. Аллегрия, то есть радость. Номер 4. Золото и розовый. Следующее колье номер 9. Называется дорадо, что в переводе с испанского означает золотой. Это дорадо 1. Будет ещё 2. Это колье трансформер. Вот как его можно носить в удлинённом таком варианте. И, конечно же, его можно носить 2 оборота. Это колье одно из самых уникальных в этой коллекции, потому что вот эти бусины мне делали на заказ. Я заказывала форму, размер и вот обсыпку из разноцветного стекла. Поэтому вот эти бусины просто уникальные. Каждая сделана вручную и чуть меньше, чуть больше. Они просто невероятные. Кстати, такие бусины практически невозможно встретить просто в магазинах Венеции, даже Мура. Именно потому, что это мой индивидуальный заказ. И итальянцы сделали его именно по моей просьбе. Авторский дизайн и художественное воплощение в реальность нереальной красоты. Как видите, я показываю, как выглядят эти бусы на мне. Они великолепны. Следующее украшение номер 10 тоже называется Дорадо, то есть золотой Дорадо 2. Это уже не трансформер. Это бусы средней длины. И здесь также задействованы уникальные дизайнерские бусины. Вот такие же удлиненные, как в предыдущем. Здесь также используются бусины пирамидообразной формы. И гладкие золотые. И вы можете видеть, насколько восхитительны также эти уникальные бусины-сокровища. Вы только посмотрите. И это были бусы номер 10, Дорадо 2. Одиннадцатое украшение Дорадо 3. Восхитительное украшение, где на золотых бусинах была применена техника Меллифьори. То есть, когда на бусинах есть вот такие вот расплывшиеся немножко кружочки. Это очень красивые бусины, потому что помимо золотого цвета, здесь есть абсолютно всех цветов радуги. Вот эти глазки, цветочки. И они вообще, вообще никогда, никогда не повторяются. Все очень разные. Посмотрите, какая красота. Какие цвета. И, конечно же, понятно, что такое украшение очень вариативное. Потому что, ну, к цвету любой одежды фактически это подойдет. Начиная от черного, заканчивая белым. И включая все-все-все-все возможные оттенки, которые присутствуют здесь. Ну, и, конечно, необыкновенной красоты состаренное золото. Очень венецианское такое украшение. Очень венецианские бусины. Здесь и карнавал, и дворцы. Мне кажется, эти бусы отражают вот именно настроение Венеции. Хочу сказать, что эти украшения хранят тепло, стеклодув. Стеклодув, итальянских стеклодув с острова Мурана. И это было украшение номер 11. Дорадо 3. Номер 12. Дорадо 4. Супер! Сейчас я вам покажу его вблизи. Оно состоит из круглых гладких бусин. И продолговатых гладких золотых бусин. Которые опоясаны такой зеленой стеклянной дорожкой. Гениальный дизайн у каждой из этих бусин. Да, они никогда не повторяются. Ни по размеру, ни по цвету. Согласитесь, что глядя на эти бусины, слово, которое приходит первое на ум, это роскошь. Невероятная роскошь и богатство. Вот так роскошно оно выглядит на мне и великолепно сочетается с этим джемпером. Вписывается просто идеально. Тринадцатое украшение я назвала Ладрио 1. Вообще будет три украшения такого типа. Вот уж абсолютно дизайнерскими бусинами. Каждая из которых является просто произведением искусства. Ладрио по-испански кирпич. И эти бусины напоминают именно как будто бы кирпичи. Но, конечно же, эти кирпичи особенные, особенные. Мы сейчас с вами рассмотрим каждую бусину, потому что она достойна этого. Сиреневое бордо с золотым подтоном. Уникальная сама по себе. Необыкновенно красивый винный цвет. И она просто роскошна. Сирена голубая с серебряным подтоном. Красная, красно-гранатовая. Посмотрите, она выглядит как косточки граната на просвет. Она играет, она бликует. Она сама по себе необыкновенная красавица. Синий с серебряным подтоном. Вот голубой, а вот синий. Они разные. И, наконец, самое потрясающее, на мой взгляд, в этих бусах. Вот такая вот красно-розово-кораллово-золотистая. Какими только оттенками и цветами радуги она не играет. При этом она смотрится розовато-коралловой. Мне кажется, что эти бусы никого не оставят равнодушными. Ну, не заметить их просто невозможно. Кстати, не бойтесь, они не такие уж тяжелые. Вполне себе носибельные. В качестве разделительных бусин я использовала вот такие гладкие золотые, присыпанные синим стеклом. И это были бусы номер 13, Ладрио 1. Бусы номер 14, Ладрио 2. Они такие же красивые и великолепные, как Ладрио 1. Но здесь присутствует вот два цвета. Роскошный гранатовый красный и королевский синий ультрамарин. Темный такой, загадочный, как морская пучина. Ну и, соответственно, промежуточные бусины. Это синяя обсыпка на гладкой золотой бусине. И это было украшение номер 14, Ладрио 2. Следующее колье номер 15, Ладрио 3. Ну, вы видите, что здесь тоже необычные вот эти вот бусины. Красная такая шоколадная, я бы сказала, синеголубая. И золотисто-оливковая, красная, еще одна золотисто-оливковая и синяя. Ну, давайте посмотрим вблизи. Конечно, вблизи эти украшения выглядят еще более восхитительно. Золотисто-сиреневато-шоколадный. И там вот такая золотистая полосочка. Серебристо-голубая бусина, оливково-золотая, красная. Еще одна оливковая и синяя. Промежуточные бусины золотистые, присыпанные синим стеклом. И это было колье номер 15, Ладрио 3. Невероятное по красоте и цвету украшение номер 16. Называется Гота Роха. Красная капля. Уникальность его заключается в этом невероятно красном винном таком оттенке каплеобразных бусин, которые сами по себе являются большой редкостью. Гранатово-винный цвет. Внутри играет и переливается что-то такое золотистое, серебристое, загадочное, чарующее. В качестве промежуточных бусин золотые, усыпанные красным стеклом. Гранатовым стеклом. Я хочу, чтобы вы рассмотрели их поближе, поэтому снимаю в режиме макросъемки. И это было колье номер 16, Гота Роха. Красная капля. Следующее колье номер 17, Дорадо 5. Просто восхитительное колье из золотых бусин. Очень носибельное, относительно легкое колье. Колье состоит из небольших, гладкие золотистые бусинки. Они небольшие. И среднего размера бусины овальной формы, которые обсыпаны разноцветным стеклом. Вы уже видели этот принцип в других бусинах. Но вот все-таки я хочу показать, насколько по-разному распределены вот эти стеклышки, которыми обсыпана золотая бусина. Вот так красиво оно выглядит на зоне декольте. Сочетается, естественно, абсолютно со всеми цветами. Очень легкое, небольшое, но от этого ничуть не менее роскошное колье Дорадо 5. Колье номер 18 я назвала Алегрея де колор. Что в переводе с испанского означает радость цвета. Ну, здесь, по-моему, все очевидно. Каких только цветов нет в этих потрясающих, красивых, роскошных бусинах. Но при этом я хочу заметить, что все они имеют вид жемчужин. То есть, такое немножко перламутровое покрытие. Я не знаю, насколько камера отражает. Я пытаюсь поймать фокус, фокус эти бусины, чтобы вы почувствовали, насколько они перламутровые. Причем каждая, да, по-своему. Бусины начинаются с тех, которые поменьше, потом постепенно увеличиваются. Вот здесь вот внизу самые крупные. И здесь снова идут на уменьшение. Очень необычное, красивое колье. Можно носить и зимой, и весной, и осенью, и летом. Потому что здесь есть все цвета. А благородство перламутрового перелива этих бусин придает этому колье какое-то невероятное сияние. Такое приглушенное, изысканное, аристократичное. И это было колье номер 18. Алегрия де колор. Предпоследнее колье номер 19 называется Ор и Рохо. Золото и красный. Эти бусины словно ягодки. Такие вкусные. Прямо хочется их съесть. Здесь использовано три вида бусин. Это золотые, усыпанные обильно красным. Вот таким необыкновенно ярким, сочным, гранатовым стеклом. Золотые гладкие бусины. И красные бусины, которые как ягодки, которые как гранатовые зернышки сияют. Напишите, как вам они. Мне кажется, они необыкновенно красивые. Я представила женщину с красной помадой. Они прекрасны. И это было колье номер 19. Ор и Рохо. Золотой и красный. И, наконец, колье номер 20. Плата. Серебро. Это колье я сделала, используя серебряную фурнитуру. В отличие от всех предыдущих украшений. Также я здесь использовала вставки сваровские. Для того, чтобы это украшение было сияющим, сверкающим, восхитительным, зимним таким. Элементы серебряной фурнитуры я перемежала с камушками сваровский. Поэтому оно так сверкает. Такие же серебристые вставки здесь между бусинами. И бусины здесь вот такие вот плоские. Они серебряные и заключены в такое дымчатое темное стекло. Выглядят серыми, как лед такой зимний. И, наконец, главный центральный элемент. Это вот такая огромная дизайнерская бусина. В которой присутствуют серебряный, белый и медный цвет. И она, конечно же, с другой стороны имеет другой тоже вид. Вот такая она красивая, роскошная, призванная сиять своей нереальной красотой. Эти бусы, как и все другие, имеют удлиняющую цепочку. Поэтому длину можно регулировать. И это было украшение номер 20. Планта. Ну что ж, дорогие друзья, закончился показ моей новой зимней коллекции. Которая называется Inverno Lujoso. Что в переводе с испанского означает роскошная зима. И да, это новогодняя рождественская коллекция. 20 великолепных колье. Надеюсь, они вам понравились. Я их все обожаю. Потому что в каждое из них я вложила всю свою душу. Весь свой творческий порыв. И, конечно же, эти бусы хранят тепло итальянских стеклодов с острова Мурана. Напоминаю, что эти бусины сами по себе произведения искусства. Они эксклюзивные. И, конечно же, композиция, собранная из них. Эти колье абсолютно неповторимы и уникальны. Если вам что-то понравилось, вы можете написать мне на адрес solamentecoyarsobacamile.ru Ни на какие другие адреса писать не надо. Только на solamentecoyarsobacamile.ru Я укажу здесь вот внизу, а также в описании к видео. И я отвечу на все ваши вопросы и вышлю в каталог. И напоминаю, что также параллельно с этим видео вышла укороченная версия, которая на самом деле не такая уж короткая. Но там нет никаких разговоров. Там можно просто посмотреть непосредственно украшения внимательно. Я снимаю их на манекене с разным освещением. Тоже бусины снимаю крупным планом. Поэтому рассмотреть можно все хорошо и там. Но поскольку каждое колье неповторимо и имеет какую-то свою историю, конечно, посмотреть вот это видео, длинную презентацию, я думаю, будет интересно. Во всяком случае, тем, кто любит украшения, интересуется ими. И особенно, конечно, тем, кто любит муранское стекло так, как люблю его я. С нетерпением жду ваших отзывов. Буду благодарна за лайки, дизлайки, за репосты этого ролика. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео и получать оповещения. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Будет очень много интересных роликов. Так что подписывайтесь вот прямо сейчас. Вот кто не подписался? Вот прямо сейчас. Всех люблю, обнимаю и целую. Субтитры сделал DimaTorzok